Чудо с кувшином масла. Четвертая книга Сарск. Четвертая глава с первого по седьмой стих. Рассказы о детях Библии читает Икра Мухаммедзян. Два мальчика испуганно смотрят на свою мать. Она очень грустная, а какие ужасные слова она говорит. Дети, наверное, нас скоро разлучат. Придет чужой человек и заберет вас к себе. Вам придется тяжело работать на хозяина. Мама, но мы не хотим уходить. Можно мы останемся с тобой? Умоляют мальчики. Мать рассказывает им, что сегодня к ней приходил человек. Он требовал вернуть ему деньги, которые их отец взял в долг. Но отец уже умер. Но отец уже умер, а у матери нет денег. Они очень бедные и не могут вернуть долг. Тогда мужчина рассердился и сказал матери. Если ты не заплатишь, я заберу своих сыновей, и они станут моими рабами. Бедную вдову и ее двоих сыновей простигла большая беда. Отец мальчиков был слугой Господа. Точно так же, как пророк Елисей. А не попросить ли мне Елисея о помощи? Ведь он тоже слуга Божий, размышляет вдова. Женщина поспешно идет в дом к Елисею и умоляет его. Елисей, помоги мне, пожалуйста. Мой муж умер, а ты знаешь, что он служил Богу. Когда муж был еще жив, он взял долг денью у одного человека. А теперь этот человек пришел и требует вернуть ему деньги, но у меня ничего нет. А если я не заплачу долг, взаимодавец, угрожает забрать моих сыновей, делая плачь их своими рабами. Ведь тогда я останусь совсем одна, а мои сыновья без меня пропадут. Елисея стал очень жалко женщину и ее сыновей. Есть ли у тебя что-нибудь в доме? Спросил он. Только кушаем с маслом, ответила вдова. Иди домой, советует Елисея. И попросил соседей одолжить тебе пустые кувшины. Смотри, набери как можно больше. Затем закрой за собой деревьев и наполни доверху все кувшины маслом из твоего кувшинщика. Зова поспешно идет домой. Неужели Господь ей поможет, да? Она твердо в это верит. Сыновья, женщины идут к соседям и просят одолжить им пустые кувшины. Дети приносят домой много разных сосудов. Маленьких и больших кувшины заполняют всю комнату. Затем мама запирает дверь изнутри на засов, берет кувшинчик с маслом и начинает лить это масло в пустые кувшины. И о чудо! Масло в кувшинчике не кончается, а льется, не переставая. Кувшины быстро наполняются один за другим. Мальчики подносят их к матери. Какие у них радостные лица! А мама все наливает и наливает масло. Друг она просит, дайте мне еще один кувшин. Пустых кувшина больше нет, мама. Отвечают, отвечают мальчики. То сейчас масло перестало литься из кувшинчика, и она опустел. Мама изумленно смотрит, то она своих сыновей, то на кувшины. Как же много у них теперь масла! Давай снова отправляется к пророку Елисею и рассказывает ему о снущившемся. Что мне теперь делать? Спрашивает она. Продай масло, отвечает Елисея, и верни долг тому человеку. А оставшиеся деньги возьми себе. Теперь ты сможешь хорошо обеспечить своих детей. Как и случилось. Люди покупали льдовым масло. Оно необходимо, чтобы печь хлеб или пешки. Женщина получила за масло много денег. Она заплатила долг за его давцу. И у нее осталось еще достаточно денег. Теперь она уже небедная, и может хорошо позаботиться о своих сыновьях. Им не придется стать рабами. Тяжело работать. Оба мальчика радостно смотрят на свою мать. Больше она не грустит. К счастью, они могут остаться жить вместе с матерью. Господь был очень добр к ним.